Владимир, приветствую тебя! Друзья, сегодня у нас в гостях Владимир, который является трейдером, партнером компании Амаркетс, а также управляющим фонда, хедж-фонда, инвестиционного фонда ProTrade. Я думаю, что сегодня несколько вопросов мы точно про него зададим. Владимир, привет тебе от всех! Да, привет, Артем! Огромное спасибо, что пригласили. На самом деле интересно пообщаться, потому что редко это происходит, и люди, в свою очередь, смогут послушать, для себя что-то почерпнуть из нашего с тобой диалога. Да, непременно. Ну, тогда сразу предлагаю переходить к делу, и начнем мы с классических вопросов. Это с чего начался твой профессиональный путь трейдера? Чем загорелся? Когда? Что вдохновило? И с таким же ли ты интересом сейчас относишься к трейдингу, как и раньше? О, это очень интересный вопрос, и моя история тоже довольно интересная и нестандартная. Так получилось, что я родился в провинциальном городке, где выбор был идти на работу только на шахту, то есть на производство. Это конкретно люди, которые спускаются под землю, добывают уголь, и учился я в тот момент на электромеханика. И всячески искал других возможностей, где же можно заработать. Ну, в принципе, как любой приходящий в сферу трейдинга. И в один прекрасный момент, когда я сказал родителям, что все, я хочу быть трейдером, я уже торговал в стиле трейдинга на тот момент, пытался, по крайней мере. Они сказали мне, ну, какой трейдинг, о чем ты говоришь? Ну, и я, будучи человеком свободолюбивым, в 19 лет просто взял и уехал в другой город, устроился там работать в одноименную компанию, которую я уже назвал, потому что в тот момент других не было. И развивался. Начинал с менеджера, потом они взяли меня управляющим. Я еще не знал всю кухню изнутри, я был наивным в тот момент и действительно думал, что меня в скором времени ждут миллионы. Пришлось потом огорчиться, но по факту, если бы не тот случай, если бы не та самая компания, в трейдинге меня не было, в принципе. И сейчас, конечно, энтузиазм меньший, потому что я уже знаю всю подноготную сферы. Но если бы не было энтузиазма, я бы не ушел в управление финансами и постепенно бы не развивался. А так все-таки к чему пришел, к тому пришел и покидать сферу не собираюсь. Вот такая необычная история. Очень интересно. Прямо сейчас, насколько мне известно, ты проживаешь в городе Днепр. Можешь, пожалуйста, рассказать, как сейчас в целом ситуация, экономическая ситуация в Украине, что со сферой инвестиций, с финансами, как много людей интересуется трейдингом? Здесь можно очень долго разводить демагогию насчет того, какая экономическая ситуация в Украине, потому что, в принципе, все очень взаимосвязано в мире. И в плане финансов они у многих поют романсы, поэтому и инвестиционная сфера тоже довольно-таки страдает. Сейчас привлечь клиентов сложнее стало, люди стали более бережливыми в отношении своих финансов. Это связано не только с тем, что у них нет денег. Деньги есть, но люди стали менее доверчивыми из-за огромного количества шарлатанов в нашей сфере. В Украине все компании, которые есть брокерские, они связаны с мафией, так и есть на самом деле, и там идет прямой отъем средств. То есть они либо рано или поздно скамятся, либо годами тупо нагревают клиентов, и здесь далеко ходить не нужно. Я думаю, вы сами помните, как в 2016 году я влез в разборки с Форекс Кухни, когда и до вас они достали, потому что я был вашим партнером. И вопрос был всего-навсего 100 тысяч долларов, но они очень цепко держат все у нас в стране, очень сильный беспредел, и не хватает регуляции со стороны государства. То есть люди попросту боятся, потому что уже многих наказали и ММССы, и Милтрейды, и Пантеоны, и Форекс Тренды. То есть все, что зарождалось в Украине, где корни украинские, там везде нагревают. Вот в этом проблема. Это главная проблема нашей сферы трейдинга в стране. Слушай, ну а в целом, если говорить про все-таки экономические реалии в стране, я думаю, что весьма интересно будет наша аудитория, которая будет знакомиться с этим контентом, получить еще одну точку зрения, например, про перспективы гривны. У тебя есть свое представление? В двух словах, не нужно растекаться по древу, кто думает, что будет дальше? Почему? Я понял. Но относительно вообще ситуации в нашей стране, я не сильно люблю политику, потому что в ней всегда есть две точки зрения. И когда ты занимаешь одну из них, ты автоматически в оппозиции к другой. И если конкретно говорить о гривне, то у нас все держится за счет нашей пирамиды ОВГЗ. И рано или поздно все-таки будет отток, и просто западным инвесторам будет мега невыгодно в связи с тем, что в стране и так уровень коррупции космический. У нас вся инфраструктура нашего государства, она просто в ужаснейшем состоянии. Не нужно далеко ходить, достаточно зайти в любой парк, сквер, даже такой не совсем красочный пример, но зайти на любое кладбище, увидеть просто, что там все в ужасном состоянии, и все идет отсюда, все идет с мелочей, больницы, все разваливается. То есть гривна по факту не может быть сильной. Экономической привлекательности в нашей стране просто ноль. Это мое мнение как человека, который здесь живет. Да, я могу ошибаться на этот счет, и у нас богатые земли, огромное количество производства, но это давно не принадлежит Украине, вот в чем вопрос. Поэтому гривна в перспективе, я думаю, будет все-таки падать. Сейчас развеется вся эта шумиха и ажиотаж насчет новой власти, и все станет на круги своя, как было раньше. Ну, то есть не совсем прям ты видишь свет в конце туннеля, да? Даже не маячат еще. Нет, нет. Хорошо. Владимир, ты на самом деле затронул очень интересную тему касательно отчасти того, как с твоей позиции можно улучшить инвест-климат в стране, вот в плане регуляции. То есть регуляция поможет вернуть доверие к индустрии, валютного рынка, прочих секторов или нет? Или может быть есть что-то еще? Как вот, на твой взгляд, можно еще поддержать интерес к этой сфере? Я думаю, что здесь вопрос не только в регуляции, и вопрос в том, кто эту сферу представляет в моей стране, понимаешь? Если даже затронуть тему личностей, людей, которые в этой сфере, которые годами в этой сфере, то берешь каждого второго и каждый второй мошенник. И в этом проблема. Проблема не только в отсутствии регуляции, а проблема еще и в людях. Ты сам понимаешь, что сфера, она довольно грязная, и многие не стесняются, допустим, работать с компаниями за процент от слива. И таких много. Все хотят денег, и сами люди приводят к тому, что репутация нашей сферы страдает. А в Украине как раз-таки мошенников большинство. Они здесь просто их рассадник и логово. Регуляция спасла бы ситуацию отчасти, но должен быть какой-то надзор над самой сферой, над околорыночными услугами. Если будет в совокупности регуляция сферы плюс надзор за деятельность околорыночников, да, если парочку человек показательно посадят и прижмут, наверное, да, доверие увеличится. Ну ладно, тогда давай оставим эту тему. Болезненная она, и очень много можно дискутировать. Согласен, много минусов, есть небольшие плюсы. Короче, не будем уходить в эти дебри. Вернемся к более насущному. Есть информация о том, что к тебе очень часто обращаются по поводу обучения. Ну, это вполне логично, учитывая то, что ты человек, который не один день на финансовых рынках и прекрасно знаешь, как и что там устроено. Вот прямо сейчас ты все-таки больше акцент делаешь на самостоятельный трейдинг, либо занимаешься обучением, и с этими вопросами к тебе можно идти. Ну вот смотри, Артем, по поводу обучения. Это то, что мне на самом деле нравится, и я годами этим занимался, но в последнее время решил просто отдохнуть от этого. Не заниматься никакими платными сервисами. То есть вот в последние 7 месяцев уже я не предоставляю ни единого платного сервиса. И я думаю, что еще, наверное, с годик этого не будет, но для этого существует мой канал, на котором я стараюсь давать все бесплатно. Плюс какие-то дополнительные источники дохода все равно должны быть в сфере, и как партнер компании, опять же, я предоставляю для своих клиентов, которые открывают у вас счета, бесплатную возможность обучаться. То есть все мои лекции, которые были накоплены за годы, то есть этот материал не должен пропадать, и я, соответственно, его отдаю тем, кто хочет торговать, кто торгует. Но платных никаких уроков, ничего подобного и не даю. Решил немножко от этого отдохнуть, научиться чему-то новому, повысить свой уровень трейдинга, перевести его на другой уровень. Ну а потом можно будет снова возвратиться и дать людям то, что они хотят. Вот так. Владимир, ну поскольку все-таки это эфирное время, скажем, посвящено тебе, пару слов о том, что это за каналы, поскольку, уверен, много будет интересующихся. Это YouTube-канал, который называется ProTrade, правильно? Возможно, у тебя есть в мессенджерах, в Телеграме нету тоже? Нет, нет. Так, то есть основной канал коммуникации – это YouTube? Да. Сейчас смотри, насчет YouTube-канала, почему мне это интересно. Потому что в YouTube ты можешь делиться мнением через видео. И это лучше воспринимается, чем посты в Телеграм-каналах, где-то еще на Яндекс.Дзен. То есть мне очень нравится сам формат YouTube. Здесь есть и сообщество, то есть есть вкладка на каждом канале, где можно там в комментариях вести дискуссии, на прямых трансляциях. И канал я буду развивать. То есть на самом деле я вкладываю достаточно много в него времени, каждый ролик, который я снимаю, я стараюсь куда-то выехать на природу, менять локации, у меня достаточно дорогое оборудование для съемки. То есть я в этом плане заморачиваюсь, чтобы был качественный звук, качественная картинка. И контент немножко не попсовый, поэтому пока подписчиков достаточно мало, но я постепенно вкладываюсь в это направление, и мне интересно его развивать. Потому что когда ты даешь материал максимально интересный и качественный в итоге, люди все равно тебя заметят. Яркий пример там у Артема Звездин, которого я уважаю, который у вас, кстати, тоже был на интервью. Вот его формат интересен и правилен. То есть дает пользу, получает за это какие-то дивиденды через свои доп. услуги, и это нормальный вариант пассивного дохода, о котором все мечтают. То, что с душой подходишь к контенту, это, конечно, правильно. И самое главное, целевая аудитория, она точно у тебя есть, и я уверен, что канал будет дальше развиваться. Владимир, ты очень давний партнер компании Amartes. С чего началось твое знакомство с нами? Чему выбор пал именно на нас? Да, здесь есть несколько причин. Тогда вы еще назывались Aforex, вот в те времена еще раньше Adrenaline Forex. Знакомь я с компанией очень давно. И каждый ребрендинг, каждая смена позиции и миссии компании, она шла дальше, и я видел развитие конкретное, и мне понравилось то, что руководство очень близко к партнерам. То есть я в любой момент, когда у клиента возникали какие-то сложности, возникали какие-то вопросы, я мог через лоббируя интересы клиента пообщаться с руководством, проблемы всегда решались. То есть это мне очень нравится, то, что не было в моей практике за уже более чем 7 лет знакомства с компанией, ни одного случая, когда кого-то, извини за выражение, нагнули. То есть реально не было. Поэтому я не сотрудничаю ни с какими другими компаниями. Вот мои коллеги, у них по 2-3 брокера-партнера. Я работаю с одним, потому что я доверяю вам. И когда доверяю я вам, вашему продукту, следовательно, имею право рекомендовать его своему клиенту, своей аудитории. Компания, с моей точки зрения, замечательная по всем условиям, поэтому вот так. Спасибо тебе за лестный отзыв. Раньше ты был участником нашего проекта на YouTube, открытый микрофон. Что тебе дал этот опыт? Да, был участником, но из-за обилия других спикеров я подумал, что пусть вещают, я когда-нибудь вернусь с какими-нибудь, возможно, образовательными проектами в ваш открытый микрофон. Чем интересно было? Тем, что новую аудиторию нашел. Тем, что люди, в свою очередь, писали какие-то отзывы положительные, не было негативных, кстати. Соотношение лайков-дизлайков, тоже всегда их было там единица дизлайков. То есть, по факту, мне было просто приятно работать в рамках этой рубрики, потому что людям нравилось. Но я не очень люблю аналитику, поэтому пришлось от этого отстраниться. Опять же, работы над фондом, работы над торговлей немножко убавили времени свободного, поэтому пока так, но было интересно однозначно. Ну вот, сейчас будет логично перейти к вопросам об инвестор-фонде. Можешь пару слов рассказать, что это за фонд, может, из чего все началось, куда движешься, кому он может быть интересен, что нужно сделать, например, чтобы стать частью этого фонда? Да, смотри. К вопросу создания фонда я подходил несколько лет, и постоянно я пытался начинать что-то, то денег не хватало, то времени, то боялся, и тут в итоге подумал, что пора все-таки прийти к тому, чего я хотел изначально, приходя в эту сферу. Прошел регистрацию, опять же, открыл базовый счет для того, чтобы пройти аудит в дальнейшем, чтобы меня выпустили на мир, и выбрал одну из площадок социального трейдинга, которая позволяет открыть фонд, то есть чтобы я мог любую сумму через него проводить, выводить, мы не будем сейчас делать рекламу, но идея в том, что у них есть внутренний мониторинг рисков, есть доступ на прямой, на фондовые площадки, могу торговать с плечами, если хочу, опять же, в дилинг попасть, маркетмейкер, чего они делают, то есть я работаю все-таки максимум на втором плече, которое позволительно на фондовом рынке. Основная цель моя – это сделать себе лично счет, который будет моим пенсионным. То есть основная идея была – это торговать на свои, постоянно докладывать деньги и сделать для себя пенсию в итоге. Но потом пришла идея, а почему бы не привлекать людей, своих клиентов? Начал потихоньку привлекать, случился обвал фондового рынка, который все мы видели, и я сначала стоял в покупках, потом стоял в продажах, когда он рос, в итоге я на второй квартал года не смог пройти внутренний аудит, и меня на три месяца вывели в закрытый режим, чтобы я снова доказал свою профпригодность. То есть я достиг просадки всего лишь 11%, 11% – это немного. То есть по меркам наших форекс-коллег, но по меркам фондовиков – это много. И мне пришлось зафиксировать убытки, проторговать в полгода фактически в ноль и снова проходить аудит. То есть фонд – это все-таки другая ответственность, более сложная система работы, но я все-таки выплыву, выплыл и покажу всем на своем примере, что реально все-таки в этой сфере делать хорошие деньги. Вот так. Ну супер, хорошо. А в планах у тебя на какую доходность планируешь выйти? В районе 15-25% годовых. Это хорошо. С одной стороны, не такая уж и не амбициозная цель, но честно, потому что обычно, когда я задаю такие вопросы, называют совсем немыслимые. И 50%, и 100% и так далее. Хорошо. Вот понял, что коронавирус, пандемия, скажем, негативно сказалась на твоей профессиональной деятельности. Ну, может быть, ты нашел во всем этом и какие-то возможности? Возможности больше времени проводил с семьей. Это главная возможность, которую я нашел, потому что жена тоже очень занятой человек. И была школа, все остальные отвлечения у детей, тренировки. Но коронавирус привел к тому, что мы часто выезжали куда-то на природу, гуляли, проводили время вместе. Вместе это возможность. И это то, чего у многих не хватает, единение. Плюс начал где-то развиваться, играть на пианино. Кстати, купил себе электронное пианино, учусь играть. В плане трейдинга, ну что ж, попересматривал какие-то старые трейдинги, семинары, перечитал какие-то книги, пришел в себя после, опять же, обвала рынков. То есть, по факту, мне коронавирус, скажем так, палки в колеса ставил в мой финансовый результат. Но в основных сферах жизни, в других, которые более важны, чем финансовый результат, все-таки там он пошел плюсом. Как бы это не звучало дико. Очень уважаю людей, которые правильно определяют жизненный приоритет. Поэтому молодец, конечно же. Можешь, пожалуйста, рассказать, какие финансовые инструменты представляют для тебя прямо сейчас самый большой интерес. Опять же, с учетом того, что сейчас происходит с мировой экономикой, связанной вот с последствиями пандемии. В общем, еще и говорят о второй волне. Да, по поводу финансовых инструментов. Вообще, если ввести речь о моих трейдинговых компетенциях, то я все-таки специалист торговли на валюте. То есть, это либо спот-валюта, либо фьючерс. Там я специалист, и там мои финансовые результаты всегда гораздо выше, чем на акциях, на смежных каких-то рынках. Но сейчас интересные все-таки представляют компании из сектора технологии, из сектора интернет-коммуникации. Возможно, банковский сектор, который можно будет неплохо заширтить на второй волне. Опять же, потому что количество кредитов, которые будут невозвратны, достигнет какого-то апогея, и этим можно будет воспользоваться. Вопрос в другом. Когда снова будет падение рынка, никто не знает. И прокатили уже всех, в том числе и меня. Я стоял в шортах от 2700 по 300 на S&P. То есть, понимаешь, я в этом промежутке стоял в шортах, меня по всем инструментам нагрели, где я был. Второй раз в такие авантюры лезть я уже не хочу. Но однозначно интереснее будет работать в короткие по тем секторам, которые очень завязаны на пандемию. И в другой момент это покупать на откатах те компании, которые не очень связаны с оффлайном. То есть, это будет более правильно. Что касается валют, то нужно будет, наверное, ставить все-таки на кросс-курсах где-то позиции, потому что работать напрямую по доллару более сложно технически сейчас. Владимир, а можешь рассказать, пожалуйста, чуть-чуть, скажем, приоткрыть завесу именно своей торговой системы, в чем она заключается, какие-то инструменты, хитрые механизмы, штучки, в общем, тонкости. Было бы очень интересно. Да, вопрос неплохой, но здесь нет ничего секретного. И большинство людей, которые приходят в трейдинг, они почему-то все свое время тратят на поиск стратегий. А это не совсем правильно. Основная проблема в том, что люди не зарабатывают, это только их дисциплина. Все остальное – это мелочи. И моя стратегия, она не секретна. Я работаю рыночные циклы, то есть я работаю в зависимости от того, как сейчас идет рынок и характер его движения. То есть это либо диапазон, либо трендовый рынок, либо тенденция, то есть импульсный рынок. От этого я уже строю свою тактику. То есть я торгую в основном откаты. То есть я редко работаю пробойные стратегии. Развороты, в принципе, я не работаю. То есть я работаю только по основному циклу. Ничего сложного и ничего секретного. На моем канале, кстати, есть видео неплохое по этой теме. Там все входы, как входить, как выходить. Ничего секретного. Ну, то есть на твоем канале, как ты сказал, можно ознакомиться, в принципе, прям практически, как ты осуществляешь торговлю. Скажи, пожалуйста, трейдинг для тебя – это единственный источник дохода? Или все-таки сопутствующий, параллельный или хобби просто? Это вопрос философский, наверное, потому что в какие-то периоды трейдинг является основным источником дохода. И вообще, что такое трейдинг? Это цикличный доход. То есть бывает так, что какой-то год у меня бывает очень хорошим, какой-то год может быть даже убыточным. То есть я уже более десятка лет в трейдинге, и у меня два года были убыточные за мои 10 лет. Бывает, что прибыль просто колоссальная. То есть для многих людей они столько за всю жизнь не зарабатывают на самом деле. Но бывает так, что ты где-то в нолях или в минусах. И поэтому сказать, что трейдинг – основной источник дохода – нельзя. Он бывает основным. Но те самые параллельные пассивные источники, которые я формирую благодаря своей медийности, благодаря работе с вами, благодаря тому, что я открыл фонд, и там все-таки есть какая-то комиссия за управление и так далее. То есть я доп. источники дохода формирую гарантированные. И это более правильно для тех, кто хочет задержаться в этой сфере надолго. Слушай, есть стереотип, что трейдеры – это одиночки, которые сидят перед мониторами компьютеров. Вот у тебя очень крутое оборудование, я вижу за спиной, много мониторов. В твоем случае и знаю также, что у тебя есть прекрасная семья. Удается совмещать профессиональную деятельность, трейдинг и личную жизнь? Да, смотри, на счет того, что трейдеры-одиночки, скорее всего, есть в этом доля правды, потому что большинство людей, приходящих в трейдинг, они либо изначально немножко асоциальны, либо становятся социопатами, потому что ты постоянно сидишь сам с собой с монитором и становишься каким-либо таким интернет-воином в комментариях. Это есть, это присутствует. Но с другой стороны, если хочешь развиваться, тебе нужно в кругу трейдеров постоянно вращаться, общаться с коллегами и большинство тех, кто есть у вас в ваших прямых эфирах. Я с ними знаком, общаюсь, где-то меняемся мнениями, ведем диалоги о том, что происходит. Вот, то есть нужно взаимодействие. Без этого никогда не перепрыгнешь свой уровень, не пробьешь потолок. По поводу совмещения с семьей, трейдинг для меня это два часа времени в день максимум. То есть я среднесрочник, мне не нужно пялиться круглосуточно в монитор, иначе бы я уже сидел здесь в очках перед тобой весь сгорбленный, помятый и лохматый. Но я среднесрочник, поэтому у меня есть время на тренировки, на семью, на самообразование, на какой-то отдых, то есть на все. Супер. Какой совет ты мог бы дать начинающему, трейдеру, который вот только встает на вот этот путь, присматривается, стоит ли заняться, думает? Главный совет это изучить сферу для начала, то есть не пытаться влезть на все деньги, не пытаться сразу начать давить на кнопки, нужно хотя бы элементарно изучить, куда ты пришел работать, на каких инструментах, какие у них спецификации, потому что люди идут, а он думает, вот евро-доллар, нажму кнопку, заработаю денег, но ты сначала должен понять, каким образом формируется цена, механику рынка, понять, что такое вообще плечо кредитное и когда тебя поступало, то вынесет, то есть все это нужно узнать, прежде чем начинать давить на кнопки, поэтому сначала изучаем каждый рынок, на который вы собираетесь прийти, и я недавно также рекомендовал ребятам читать серию книг Reuters для специалистов, там есть и по валютному, и по фондовому, и по облигациям, и по деривативам, то есть все, где рассказывается конкретно о спецификах любого рынка. Изучили? Пожалуйста, выбирайте любую стратегию, на кнопки и боретесь со своим разумом, который всегда пытается вас обхитрить, там стопу бери, там переставь, то есть это все приводит к плачевным результатам, выбирайте что-то одно и работайте над своей дисциплиной, других советов нет, то есть не надо искать Грааль всю свою жизнь, Грааль это ваше терпение и дисциплина, ничего более, вот и все. Абсолютно согласен и полностью присоединяюсь к тому, что ты сказал. Ну и, наверное, последний вопрос, как ты думаешь, чем завершится этот финансовый год, 2020 год? Ну, я имею в виду, сейчас понятно и обсуждение повторной вспышки, еще и президентские выборы в США на носу. В целом, будет ли что-то суперинтересное и жаркое под закрытие года? Просто, как думаешь, не обязательно там какие-то уровни называть? Нет, а вот так объективно? Я понял, но каждый трейдер на этот вопрос ответил бы тебе одинаково. Мы не знаем даже того, что будет в следующую минуту, не говоря уже о конце года, но я немножко уведу в сторону и скажу, что этот год финансовый закончится, во-первых, огромным притоком денег в сферу инвестиций, в сферу финансов, потому что люди будут сидя дома на фоне коронавируса потери рабочих мест, они будут думать, где нам заработать еще, поэтому вот лично вы, как компания, должны быть готовы к тому, что они к вам придут и должны быть готовы их привезти, дать им какую-то почву. А по поводу того, что будет с рынками, я, честно, никогда об этом не задумываюсь, я работаю только то, что есть сейчас, потому что прогнозировать, как показала практика, лично в моем случае, может быть, у кого-то по-другому, это всегда болезненно для твоего результата. Я никогда не смотрю в будущее. Владимир, спасибо тебе большое за это интервью. Друзья, повторяю, что у нас сегодня в гостях был Владимир Пересада, который является профессиональным трейдером, давним партнером компании Амаркетс и управляющим фонда ProTrade. Спасибо тебе, Владимир. Тебе спасибо за то, что пригласил. Всем, ребят, пока. Пока.